Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Российский посланник граф Толстой, выручив его, прислал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Хотя сам он никогда о ней не упоминал. Догадки и сомнения возникали позже. Известно, что он тайно выкуплен был из сираля султана Ахмеда III в Стамбуле купцом Саввой Владиславичем вместе с двумя другими молодыми арабами летом 1704 года. Император Петр Великой в качестве не менее великого знатока людей установил сразу наклонности своих прибывших питомцев и предназначил живого, расторопного и горячего мальчика в военную службу. Он спал в дополнительном кабинете государя в Токарне и вскоре сделался во многих важных случаях секретарем своего государя. Был при всех тех баталиях, при которых его величество своею особую присутствовать соизволил, а именно под Добреным, под Лесным, под Полтавою, при Ангутии, под Прутом и во многих зело трудных походах всегда при его величестве. В 1716 году Была та смутная пора, когда Россия молодая, В бореньях силы напрягая, Мужала с гением Петра. Автор со стороны матери Происхождение африканского. Его прадед, Абрам Петрович Аннибал, на восьмом году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник граф Толстой, выручив его, прислал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Восемнадцатом веке Омывающий западный берег Африки океан назывался Эфиопским. Эфиопией считалась и вся центральная часть Африки, поэтому можно допустить, что прадед Пушкина родом из Эфиопии, хотя сам он никогда о ней не упоминал. Догадки и сомнения возникали позже. Известно, что он тайно выкуплен был из сираля султана Ахмеда Третьего в Стамбуле купцом Саввой Владиславичем вместе с двумя другими молодыми арабами летом 1704 года. Император Петр Великой в качестве не менее великого знатока людей установил сразу наклонности своих прибывших питомцев и предназначил живого, расторопного и горячего мальчика в военную службу. Он спал в дополнительном кабинете государя в Токарне и вскоре сделался во многих важных случаях секретарем своего государя. Был при всех тех баталиях, при которых его величество своею особую присутствовать соизволил, а именно под Добреным, под Лесным, под Полтавою, при Ангутии, под Прутом и во многих зело трудных походах всегда при его величестве. В 1716 году царь берет его с собою в Европу, поручив заботой о государевой библиотеке в пути. Царь берет его с собою в Европу, поручив заботой о государевой библиотеке в пути.